всем привет дорогие друзья с вами кекс и сегодня я продолжаю свое видео о тортике рафаэлла для начала нам нужно сделать крем чтобы перемазывать наши коржи я буду делать крем на пачку масла и 450 грамм молока здесь у меня в ковшике 400 грамм молока в этот ковшик я сразу всыпаю 7 столовых ложек с горкой сахара так как это у нас будет сахарная основа как сироп который мы будем взбивать с маслом масло у нас будет не сладкое мы туда добавлять никакую сахарную пудру не будем нам надо сделать довольно приторный сладкий вкус и кокосовая стружка что потом она стала тоже сладенькая в общем рассчитать так чтобы нам подсладила все вот в ковшике у меня 50 грамм молочка и там у меня был желток один я его уже выкинула еще и возьму туда два желтка то есть всего три желтка можно сделать конечно на целом яйце и желтки два целых яйца не советую потому что может свернуться но просто скоро новый год в пряники все дела поэтому я начинаю потихоньку копить белки и поэтому я туда в крема сейчас свои вкидываю только желтки а белки я вот накрываю и ставлю их в морозилку потому что белки в морозилке могут больше месяца хранится и ничего не будет туда всыпаю немножко ванильки по вкусу у меня это ванильный сахар ну и перемешиваю венчиком разбиваю наши желточки чтобы они у были комочками это время у нас закипает наше молоко с сахаром иногда его нужно помешивать чтобы сахар к одну не пристал а во вторую часть холодную наши заварной основы всыпаем 3 столовые ложки крахмала и одну столовую ложку муки если честно думаю что я уже не добавляла туда муку потому что у меня крем довольно сильно загустел ну как бы плохо это не было но можно было даже и без этой муки обойтись потому что я точно знаю просто что на пол литра молока я делаю одну столовую ложку муки и 3 крахмала тогда хорошо она 450 грамм оказать немножко густоват ничего страшного на самом деле ничего критичного не было вот моя основа уже под закипела и теперь мы можем ее вливать тоненькой струйкой начинаем вливать непрерывно повешивая венчиком или ложкой только очень быстро чтобы у нас не успевала свернуться желточек хотя желтком таких проблем не возникает если бы у вас было белок то тогда нужно очень хорошо мешать и потоньше струйку вливать собственно за счет того что у нас было мало количество холодного молока с яйцами основная часть была как бы уже горячая поэтому крем у нас варится буквально за полторы минуты то есть вы видите на глазах я без ускорения без ничего от я его перемешиваю вот он уже пенка ушла и он начинает загустевать многие спрашивают потому что остается крахмалистый привкус девочки доведите до кипения ваш крем если вы не довели крем до кипения тогда у вас будет крахмалистый привкус потому что он теряется только при температуре около 100 градусов увидите у меня вы начинают подниматься булочки такие как бы что температура уже близко к сотне начинает подниматься воздух наверх я еще какое-то время потому что температуру распределяю венчиком но уже понимаю что он у меня приблизительно температуры 100 градусов вон увидите бульки поднимается все я от свой крем отставляю крем у меня остывает я его вынесла на балконе там сейчас холодно поэтому остынет он у меня быстро и потом постоит наберется комнатной температуры немножко тем временем я как раз сделала сироп и вот уже разрезаю бисквит тот который мы делали с вами в прошлом видео посмотрите какой пористый и красивый с кусочками кокосовой стружки которая равномерно по всему бисквиту если бы тесто было жидко она могла сесть вниз а так нет кто не видел это видео перейдите по ссылочке снизу кто видел милости просим пора уже готовить это торт и пробовать очень уж вкусно собственно бисквит я разрезаю на три части бисквит у меня 23 сантиметра но можно было и 24 потому что такой довольно такие плотные коржи у меня толстенькие получились у меня попалась очень хорошее масло поэтому я попробую сделать чуть меньше чем на пачку я уже его была испробовала в таких кремах и она у меня не расслабиться очень много в себя жидкости впитывает поэтому я решила делать ну там буквально у меня осталось увидели там 25-30 грамм вот но лучше сделайте вначале на всю пачку если будете на 450 грамм делать молока лучше делайте на всю пачку чтобы быть точно уверены что у вас не расслоится ваше масло я уже миллион раз показывала как я делаю такие крема этот крем собственно первой частью не отличается ничем таким мы под столовой ложке добавляем туда заварную основу и тщательно перемешиваем до растворения заварной основы в нашем маселке чтобы маселка обволокло у нас саму заварную основу самое важное что в этом креме кто не слышал повторюсь еще раз это масло и заварная основа должны быть одинаковой температуры иначе они у вас друг с дружкой дружить не будут поэтому это самая важная часть что нужно знать об этом креме эти крема мне очень нравится что они не текут вот и то что в нем может если будут орешки там или еще что-то если у вас нет ловилась масло то тогда они останутся у вас хрустящими что тоже очень прикольно сюда можно сделать даже в безе тоже внутрь положить тоже будет хрустеть но не забудьте без покрыть шоколадом на всякий случай чтобы она не отсырел у вас вот я же сюда буду добавлять немножечко миндаля колотого но так как я понимаю что он сейчас очень уж не дешевый можно делать или совсем без него или можно взять вот безышки ну что-то можно придумать я до этого делала была ананасики туда ложила консервированные кусочками резала тоже было прикольно поэтому на любителям у меня пачечки по 40 грамм кокосовая стружка увидели одно я использовала на бисквит и 2 у меня пойдут в крем есть пачки по 60 грамм вам принципе может хватить этой пачечки 1 на 60 грамм но у меня вот 2 по 40 поэтому я их две туда и жухнула потому что ну смысл не оставлять там эти 20 грамм кокосовой стружки вот эти эту кокосовую стружку опять же мы перемешиваем с вами до до полное размешание извините что просто не совсем подготовлена к тому чтобы озвучивать такие прям кулинарные рецепты но всем хочу с вами поделиться поэтому уж извините меня пожалуйста здесь у меня миндаль миндаль у меня был я покупала просто сушеный поэтому я его в микроволновке поджарила немного здесь у меня 50 грамм миндаля но я его весь резать не буду я порежу где-то грамм 30 наверное остальное оставлю себе просто покушать вот вы видите вот я его такими вот довольно крупными кусочками пореза буквально каждую миндалинку там на 6 8 частей разрезала чтобы попадались такие ощутимые кусочки на вкус миндаля я не хотела получить как сникерсе общую такую крошку то есть вы когда рафаэлки кушайте там же большая миндалинка и вам надо понимать что внутри это будет миндалинка там попадаться они просто орехами пахло вот там внутри конечно через крем плохого просвещается очень довольно часто попадаются вот эти миндальки собственно можно уже приступать к сборке торта я думаю что тут дальше уже ничего такого сложного не будет вы видите я увлажняю как всегда свой бисквит нижнюю часть не забываем увлажнить капельку ставим на центр сюда нашего крема чтобы по подложке у нас не скользил и увлажняем обязательно проходим возле боков потому что пока всегда получаются сухими людям жалуются от других кондитеров приходят и говорят что был сухой и невкусный торт поэтому не забываем это у меня здесь немножко получается был кокосовый ликер после дня рождения осталось поэтому мне очень повезло и как бы водичка с сахаром у меня кипяток был с сахаром я разводила и добавляла туда ликер всего у меня на пропитку этого тортика ушло где-то около около 300 грамм пропитки плюс чуть-чуть этой пропитки у меня осталось для того чтобы крошку у меня была уже крошка готовая но не перемазанная как как для картошки кремом и не увлажненная сиропом поэтому у меня чуть-чуть осталось я как раз ним и увлажнила собственно мы выложили половину нашего крема накрываем второй половинкой я чуть-чуть вы видели так поерзал этой половинкой чтобы она хорошо туда прицепилась к этому крему не съезжала с него я думаю что здесь мы можем немножко ускориться потому что суть процесса как бы у нас понятно я думаю это проблемы не составит у вас вторую половину я крема выкладываю оставляя там буквально ложки две-три для своей картошки этого крема и накрывая второй половиной нам нужно поставить тортик наш подгнет где-то на полчаса то есть если а то я буду ставить его в кольце если у вас кольца нет не нужно ставить очень тяжелый пресс чтобы у вас не поплыли коржи сильно и крем не вылез прям наверняка вот а так как у меня кольцо я могу поставить потяжелее и мне она не вылезет за пределы кольца этот крем никуда не денется а вам советую поставить если без кольца собирайте или без разъемной формы то тогда лучше не перегибать палку и поставить туда буквально там килограмм какой-то сверху и вам будет достаточно чтобы вам просто тортик опустился не забываем что на масляном креме тортик сильно самим кремом не пропитывается весь крем остается белый красивый большого размера в самом центре поэтому поэтому мы еще пропитываем хорошо на шторте потому что крем в него не впитается вот собственно я одеваю свое кольцо видите зажимая прям походу очень удобная вещь на самом деле если будет возможность приобретите себе я вообще его взяла по акции за 100 гривен поэтому мне очень повезло теперь села наша верхушечка вы видите и ровненькие мои края после выравнивания покажу вам сейчас я выровняю покрою тортик мастика и могу уже вам показать конечный результат извините конечно он уже сверху покрыт слюдой потому что я как раз решила просто снять показать что получилось в конце уже перед тем как отдавала людям то есть девочки кто смотрел как я делаю орхидейки точно так же я делаю вот эти здоровенные цветочки просто фантазийные вот и вот собственно мои орхидейки которые видео у меня есть можете посмотреть ничего сложного вон из бусинок сделала еще такой типа как брошечку и вокруг ленточкой просто ровненько покрытый с вами был ваш кекс пока пока надеюсь вам понравилось ставьте пальчики вверх